В конце марта ученики 24-й школы начали участвовать в экологической олимпиаде «Чистый город». На протяжении двух недель они собирали пластиковые бутылки и складывали их в специально установленные около школы мусорные контейнеры. Искали по дворам в основном вечером. Мы с Арсеньем собрали 990 бутылок вдвоем. Мы поделили напополам. Если видели, то подбирали, потому что это же не сложно, бутылка легкая, а польза для окружающего мира и природы колоссальная. Старшеклассники ходили с лекциями, рассказывали младшим товарищам про экологию, стимулируя ребят. Иногда школьники вместе с родителями искали пластик до 9 вечера. Некоторые ходили на берег Амура. Их усилия не прошли даром. Им удалось собрать 650 килограммов пластика, а это около 14 тысяч бутылок. Рекорд среди всех школ в экологической олимпиаде. У нас утро начиналось с родителей. Родители везут детей в школу и везут мешок с бутылками пластиковыми. Они считали в каждом классе на доске, кто сколько принес, приписывали. Классные руководители считали. Все дети, которые приняли активное участие, мы можем смело сказать, что эти дети точно бутылку не кинут и впредь будут относиться с пониманием к сортировке твердых бутылок отходов. Искали их во дворах, иногда на помойку ходили. Но мы работали в перчатках, ничего такого. 15 школ и 4 детских сада собирали пластик в рамках проекта «Чистый город», который организовали неравнодушные хабаровчане. Специальные мусорные баки они установили на свои деньги и на пожертвования предпринимателей. Один контейнер обошелся в 7 тысяч рублей. Всего поставили 20. Просили знакомых помочь. Нашли завод, который делает эти контейнера. Просто ходили по предприятиям, по предпринимателям. Кто-то оказался неравнодушным, помогли. Все это выросло в такую акцию. За две недели проекта участники собрали полторы тонны пластика, а это около 37 тысяч бутылок. Их сдадут на переработку, а мусорные контейнеры оставят в школах и детсадах. Руководство образовательных учреждений планирует заключить договоры с перерабатывающим предприятием. Однако пластик принимают не только от организаций. Позаботиться об экологии может любой. Нету никаких требований, можете не удалять ни этикетку, ни крышку. То есть просто даже по цветам их можно сортировать, нам принести. Мы будем улыбаться вам, мы с удовольствием возьмем эти бутылки на переработку. Если хотите, чтобы контейнеры для раздельного сбора мусора появились и возле вашего дома, обратитесь в управляющую компанию. Владислав Игнатьев, Дмитрий Папуша. Смотри Хабаровск.